Человеку хочется думать, что человек уникален, что он такой вот единственный, неповторимый, и естественно человек отличается от всех других живых существ своим интеллектом, своим разумом, но на самом деле вот эта уникальность человека как разумного существа, как ни странно, она может быть поставлена под сомнение. Во-первых, потому что у нас на глазах в Африке живут шимпанзе, которые достаточно интеллектуальны, на уровне примерно двухлетнего ребенка по интеллекту, ну в принципе двухлетний ребенок еще как бы обезьянка, но в общем как бы уже почти человек, как минимум говорит, и человекообразные обезьяны, гориллы, шимпанзе, даже орангутаны, их можно научить говорить на языке глухонемых, с помощью значков каких-то общаться, компьютерной клавиатуры, как-то еще, они умеют шутить, ругаться, говорить о прошлом и будущем и так далее и тому подобное. Но замечательно, что в палеонтологической летописи мы имеем примеры множества животных, которые в свое время вступали на путь повышения своего интеллекта, энцефализации, интеллектуализации, очеловечивания, если хочется, но почему-либо не дотянули до уровня человека. И замечательно, что таких линий вообще на самом деле много. Если начинать совсем издалека, то можно начать даже с динозавров, поскольку в конце мелового периода среди группы терапод, тераподовых динозавров ящеротазовых, были формы достаточно интеллектуальные по динозавровым меркам, у которых мозг, хотя и был не сильно больше, чем у курицы, но тем не менее для динозавров он был большим. И более того, некоторые палеонтологи утверждают, что скорость увеличения этого головного мозга в линии этих терапод был вообще сопоставим со скоростями увеличения у австралопитеков наших предков. У австралопитеков у них началось увеличение мозга с 400 грамм, а у динозавров как бы чуть-чуть поменьше, слегка говоря. Но при том, что размеры тела были чуть-чуть побольше. Но динозаврам не повезло, может быть они и дошли бы до стадии появления разумных существ, на эту дему даже красивые картинки существуют, которые можно легко найти. Но 65 миллионов лет назад какие-то там пертурбации климата, метеориты, бог знает что еще привели, потому что динозавры вымерли. Ближе к нам масса животных понемножечку вступала на такой путь, но большинство таких животных среди приматов, естественно. По крайней мере мы их видим среди приматов в большом количестве, в частности павианы. Первые павианы они совершенно четко эволюционировали в сторону увеличения головного мозга, причем там много данных на самом деле, они хорошо датированы и скорость эволюции размера мозга у павианов были такие же действительно как у человекообразных обезьян. Но павианы пошли по пути усиления иерархии в группе, а иерархию в группе очень здорово поддерживать с помощью агрессии демонстративной, хотя и может быть не контактной, но там скалить зубы, хмурить брови и так далее, и соответственно у них вот это как бы направление затоптало напрочь потуги к интеллекту. И в какой-то определенный момент павианы собственно по сути остановились как бы в своей вот этой эволюции. Среди человекообразных обезьян было несколько групп такого же разлива, ну в частности ареопитек в Италии, такая очень своеобразная обезьяна, которая жила на заболоченном острове рядом с побережьем Италии, практически перешла к прямохождению, хотя такому не совсем как у людей, но в общем почти прямохождению, столько там руками не хватались за ветки. У них были маленькие челюсти, мозг тоже был небольшой, но главное, что челюсти небольшие, мозг мог увеличиваться. Вот. И руки уже практически освобождались. Но случилось так, что около семи миллионов лет назад похолодание, сушение климата привело к тому, что вот этот остров соединился с материковой частью, болота подсохли, и ареопитеки, эволюционировавшие в отсутствие хищников многие миллионы лет до этого, оказались не приспособлены к появлению этих хищников, потому что до этого в фауне вот этой горгана так называемой, где они жили эти ареопитеки, хищников практически не было. Там был медведь, крокодил, там какая-то куница. Ну вот. И, собственно, хищники, прибежав из Италии, благополучно всех ареопитеков съели. Самое интересное, что те же самые изменения климата привели к тому, что наши предки вышли в саванну и стали такими людьми, в конце концов. Но наши предки эволюционировали в Африке все время в окружении множества хищников ареопитеки в отсутствие. И, собственно, это явилось ключевой как бы развилкой. Хотя начальные стадии были совершенно одинаковые. Другой пример – гигантопитеки. Гигантопитеки – огромные обезьяны, самые большие обезьяны, всех времен народов, жившие в Юго-Восточной Азии. Это Южная Китай, это Иланд, Вьетнам, в Индии были. И они были очень большие, что видно по их зубам и челюстям. Правда, черепа у нас полноценного так до сих пор нет. Но есть челюсти. Челюсти больше, чем у гориллы в полтора раза. И очевидно, что и голова была больше, и размер тела был больше. И, соответственно, поскольку у гориллы максимальный объем мозга приближается к минимальному объему мозга современного человека, а у гигантопитека больше, чем у гориллы, то значит, что гигантопитека был уже почти как у современного человека. Хотя понятно, что сама обезьяна была тоже не маленькая, но все-таки размер имеет значение для мозга, и поэтому, наверное, они были достаточно интеллектуальные. Но они пошли по пути специализации к питанию растительной пищи. У них были огромные такие мышцы жевательные, огромные зубы, которые перетирали без конца какой-то бамбук. И, соответственно, классическое воплощение идеи, что сила есть, ума не надо. Гигантопитеки порядка ста тысяч лет назад исчезли, и не исключено, что не без прямого участия наших предков, ну или, по крайней мере, людей, может быть, не предков, но, по крайней мере, пятикантропов, скажем так. Может быть, их просто съели. Той линии, которая ведет уже ближе к нам, тоже несколько раз возникали линии более интеллектуальные, причем они продвинулись дальше, чем орелопитеки и гигантопитеки. Ну, например, массивные австралопитеки. Массивные австралопитеки тоже пошли по пути специализации к питанию растительной пищи, но руки у них были свободны. И в промежутке времени от двух с половиной до миллиона лет замечательно, что их руки были лучше приспособлены к изготовлению каменных орудий, чем у наших предков, которые тогда же в то же самое время там же жили. В Восточной Африке и в Южной Африке хомо хабелисы. И массивные австралопитеки, судя по всему, таки изготавливали каменные орудия труда, потому что есть местонахождения, где есть только массивные австралопитеки и много каменных орудий и никаких следов хабелисов. Но, правда, в других местах остатки массивных австралопитеков не сопровождаются некими камнями, то есть, видимо, они это делали не всегда, как это характерно для современных, например, шимпанзе. Некоторые группы грацильных австралопитеков, допустим, австралопитек Гарри в Эфиопии не был нашим предком, что видно по его зубам и челюстям, но тоже изготавливал орудия труда, охотился на антилоп, срезал с них мясо и кости этих антилоп со следами насечек мы имеем. Ну, правда, злые языки утверждают, что это более интеллектуальные хабелисы съели австралопитеков Гарри и вот мы их кости тоже находим, но на костях антилоп следы орудий есть, а на костях австралопитеков костей орудий нет, следов орудий нет. Поэтому, скорее всего, все-таки эти австралопитеки тоже были изготовителями орудий труда. То есть, изготовление каменных орудий труда, что вообще сложный процесс, возникало несколько раз независимо у австралопитеков Гарри, как минимум в двух линиях массивных австралопитеков, потому что их было как минимум две линии, и в нашей линии. Но вот эта вот наша линия ранних хомо или хомо хабелисов, она тоже ветвилась, на самом деле. И в ней тоже несколько раз возникали как бы альтернативные человечества. Ну, самые известные из таких альтернативных человечеств это неандертальцы Европы, но были и другие. Например, были люди на Яве, которые жили в условиях совершенно специфических, тропический климат, заросли бамбука, остров в океане, нет никакой связи с остальным человечеством, и у них шла своя какая-то своеобразная эволюция. Очень мало каменных орудий, может быть, было много деревянных, бамбука везде рос, но как бы они вымерли практически сами по себе, не оставив потомства, но до каких-то своих интеллектуальных высот они таки дошли. В некоторых местностях мы можем наблюдать процесс регресса интеллектуального, что видно, например, по так называемым флорисиенсисам или хоббитам с острова Флорис, где эволюция в условиях маленького острова привела не к упрощению культуры, что самое странное, но к капитальному уменьшению размеров мозга. То есть первоначально туда порядка 800 тысяч лет назад заселились пяти кантропы, видимо, а в последующем вплоть до 12 тысяч лет назад у них размер мозга уменьшался, уменьшался и в итоге уменьшался до размера мозга шимпанзе. И самое интересное, что при этом орудия труда у них были такие более-менее приличные, что само по себе неожиданно, что маленький мозг может все-таки обеспечивать довольно сложную деятельность. Таким образом, современный человек это не столь уникальное существо, сколько везучее существо. То есть эволюция человеческого интеллекта шла в условиях крайнего везения. То есть на каждой конкретной стадии, ступеньке в каком-то переломном моменте истории нашим предкам везло, а другим не везло. Неандертальцев накрыли вулканы и всякие там оледенения. Флорисиенцы уж очень увлеклись как бы жизнью на райском острове. То же самое на Яве. Там какие-то массивные астралопитеки слишком много питались растениями, слишком мало уделяли внимание мясной пище. Замечания вегетарианцам. А наши предки, они как-то миновали все эти опасности. Но правда продолжающееся уменьшение размеров мозга за последние 25 тысяч лет как бы заставляет насторожиться и нас. Так что не все так светло в нашем будущем. Как бы чтобы оно стало таки светлым, надо тоже постараться. Так называемая энцефализация, то есть тенденция к увеличению размеров мозга, она характерна не для всех конечно, но для большинства групп животных. Причем не только млекопитающих, то же самое у птиц, у рептилий, там у кого угодно, даже у черепа. Но все время возникают какие-то проблемы с тем, насколько это может увеличиваться. Ну например, птицы потенциально как бы интеллектуальное создание и те же вороны например, они дают результаты интеллекта на уровне маленьких мартышек. То есть они вообще умные птицы, попугаи очень умные. Но птицы должны летать и как бы это ставит крест на их энцефализации, потому что летать с большой головой как бы очень трудно, даже зубы у них исчезли, чтобы голова стала легкая. А мозжечок у них большой, потому что они должны крыльями еще махать, поэтому как бы места в голове просто мало. А если птица эволюционирует в нелетающую, она это делает обычно в каких-то таких местностях, где нету хищников, ну где-нибудь там в Антарктиде пингвины, там какие-нибудь птицы молота в Новой Зеландии. А если нету хищников, то нету и смысла эволюционировать мозгу. И если нету смысла эволюционировать мозгу, он не эволюционирует. Мы имеем то, что имеем. Ну страусы, правда, вот в Африке они и в условиях хищников, и на земле. То есть потенциально они могли бы стать очень мозговитыми, но как-то, видимо, глаза мешают, потому что очень большие. В других группах животных тоже есть свои проблемы, потому что, ну, например, китообразные. В море, значит, они плавают, у них ограничения по массе нету никакого, можно хоть там на полуокеана разрастаться потенциально, но как бы у них нету рук, они должны грести ластами. Соответственно, нет трудовой деятельности, трудовая концепция, сколько ее там не пинали и не издевались в последние там годы, ну, лет уже 20, там с конца XX века. Но, тем не менее, как бы трудовая концепция, она остается трудовой концепцией. Труд, он все-таки создал человека. Как это не звучит архаично там с 19 века, но так оно и есть, в общем, по большому счету. И если нету надобности как-то усложнять какую-то деятельность такую вот моторную, то и мозг будет развиваться односторонне. Дельфины достаточно интеллектуальные, то есть они очень сложно между собой общаются, у них там какие-то свои голоса и так далее. Но все-таки у них нету стимула, они питаются рыбой. И, в принципе, чтобы догнать рыбу, как бы слишком много интеллекта не требуется. То есть у них может мозг расти до 6 килограмм, там у больших хитов, но так он и сам хит как бы не очень маленький. Поэтому, сколько бы там любители не говорили о невероятных достижениях в дельфине и цивилизации, дельфины остаются дельфинами. И сколько бы у них мозг не рос, вряд ли они станут очень умными, потому что им это просто не надо. То же самое, допустим, хищники, потенциально, скажем, медведи или еноты, они в чем-то похожи на приматов, потому что они всеядные, они там лазят по деревьям, у них довольно цепкие руки, ну у енотов особенно. Но у них очень сильное обоняние, и соответственно обонятельные доли мозга слишком большие, как бы мешают развитию остальных частей. И у них все-таки когти на пальцах, как бы не совсем хватательная кисть, что тоже как бы жить мешает. Ну то есть мешает не жить, жить помогает, а мешает развиваться интеллекту. И потенциально, скажем, из носух южноамериканских может развиться интеллектуальное существо, но подозрительно, что уже там 20 миллионов лет как бы носухи есть, и они все теми же носухами так и остаются. А приматы за эти 20 миллионов лет превратились из проконсулов в человека. Тут же еще дело в условиях места питания, если условия не меняются, то и животные тоже не меняются. У копытных мешает растительная ядность и необходимость жевать много пищи. То же самое можно сказать про грызунов, про зайцев. У каких-нибудь там насекомоядных маленькие размеры тела, много не нарастишь. Если много детенышей и маленькая продолжительность жизни, то соответственно надо быстро вырастить себя, быстро размножиться, на мозги уже ни энергии, ни сил, ни времени не остается. И когда маленькая продолжительность жизни, то накопить интеллектуальный какой-то опыт тоже невозможно. Летучие мыши потенциально могли бы быть интеллектуальные, но им опять же надо летать как и птицам и соответственно тоже голова не может расти. Ну наземные летучие мыши до сих пор еще не возникли. Таким образом, человек и приматы, они как-то вот словировали опять же между всеми этими многочисленными специализациями, обрели свою специализацию в виде вот большого головного мозга. Но по сути вот человеческий интеллект это просто как бы такая своеобразная причудливая специализация, так же как там трубка носа у муравьеда, например, рта или хобот у слона, а у человека большие мозги. У слона тоже большие мозги, но он сам большой, ему как бы желать надо много. То есть человеческий мозг это просто один из вариантов специализации в животном мире. На земле запросто могут появиться другие интеллектуальные виды кроме человека, поскольку если что-то случилось уже один раз, значит в общем как бы оно может случиться и второй, и третий, и десятый. Тем более, что такое уже несколько раз собственно случалось, только оно не дослучалось до конца. Несколько раз, скажем, отдельные группы приматов, независимые друг от друга, доходили до стадии возникновения орудий труда, каменных причем даже орудий, но каждый раз что-то им мешало. Нашим предкам не помешало, но может не помешать и кому-то еще. И причем не обязательно это должно быть на основе приматов, естественно. Более того, чаще всего какие-то новые экзотические замечательные формы возникают из самых примитивных, самых каких-то вот невнятных животных. Среди современных это какие-нибудь насекомоядные, грузуны, то есть вот самые лучшие кандидаты на появление новых интеллектуальных существ, это строго говоря там землеройки и крысы. Из них может возникнуть что угодно. Ну у крыс жевательный аппарат немножко специализирован, но в принципе это эволюция может преодолеть. То есть вот что-то такое серенькое маленькое с тоненьким хвостиком, оно как правило достигает самых больших эволюционных результатов. И в принципе маленьких сереньких с хвостиками у нас хватает на планете, так что человечество может возникнуть еще не один раз. Причем не обязательно ведь это на основе млекопитающих, на основе осьминологов, там еще много кого может это быть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok